Заболевание желудочно-кишечного тракта Здравствуйте, Виктория. Уважаемые зрители, я благодарю, что пригласили меня сегодня в студию, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы гастроэнтерологических заболеваний. Давайте начнём с того, какие из этих заболеваний наиболее часто встречаются в вашей практике. С чем люди приходят вообще? В клинической практике на сегодняшний день встречаются такие заболевания, как гастроэнтерологическая рефлюксная болезнь. Многим известно это по симптому изжоги. Страшное слово было длинное сейчас. Да, язвенная болезнь. Заболевание желудочно-кишечного тракта, кишечника. Это синдром раздражённого кишечника. Желчекаменная болезнь тоже на сегодняшний день очень распространённое заболевание. Безусловно, заболевание печени, ведущим на сегодняшний день, это жировая болезнь печени. Мы с детства слышим, очень часто, сейчас начнём с язвы, что надо правильно есть, но правильно с точки зрения нашей бабушки, мамы, иначе будет язва. Вот всё-таки язва имеет отношение к правильному питанию? Или это заболевание, которое вызывается хеликобактером, и, собственно, особое питание в этом не играет особой роли? Язвенная болезнь раньше занимала ведущее место среди патологий желудочно-кишечного тракта. В её этиологии, то есть в причинных факторах, выделяют на самом деле несколько факторов. На сегодняшний день ведущая роль – это геликобактерная инфекция. Второй по значимости – это, безусловно, несоблюдение, скажем так, основ правильного питания. Стрессовый фактор, безусловно, не уступает здесь. Приём лекарственных препаратов, которые влияют на формирование язвы в желудке. То есть это такие, как аспирин, нестероидные противовоспалительные препараты, которые, к сожалению, принимает иногда население без показаний. Чтобы сформировалась язва, нужно много факторов. Факторы агрессии должны превалировать. Допустим, курение, лекарства, влияющие на язвообразование – стрессовый фактор. Некорректное питание – это очень острое курение, очень пряное. Продукты питания, которые трудно перевариваются, остаются в желудке длительно. И нарушение баланса между факторами агрессии и факторами защиты. То есть слизистая, нормальная слизистая, здоровая слизистая, она вырабатывает достаточное количество слизи, бикарбонатов, защищая слизистую. Природой так установлено. И когда происходит вот этот дисбаланс, поселяется геликобактер, как ведущий патоген в этой проблеме язвообразования, происходит формирование язвы. Ну, то есть я правильно понимаю, что им всё равно нужно где-то заразиться? То есть он сам по себе же не появится, геликобактер? Или как это происходит? Геликобактер – это кишечная инфекция. Им происходит заражение, как правило, в детском возрасте. Как правило, это путь мама-ребёнок. Либо когда ребёнок пошёл в детский организованный коллектив. То есть в любом случае, я так понимаю, 100% населения, так или иначе, она есть, где-то сидит. На сегодняшний день, так как мы уже длительно, а длительно – это более 15 лет, проводим лечение, а лечение у нас называется научным языком эрадикация, геликобактерная инфекция, то инфицирование населения значимо снизилось. Говорят, что гастрит – это предвестник язвы. Это так? Тема гастрита – это очень глобальная тема. Под этим понятием включают в него все жалобы, которые предъявляет пациент. Например, боли, изжога, отрыжка, тяжесть. Но это диспепсия, это жалобы. Это не значит, что есть гастрит. Гастрит – это изменение на уровне ткани, которое мы видим при эндоскопии. Берем гистологию, морфологически подтверждаем, потому что разновидностей гастрита может быть множество. Это геликобактерный гастрит. Да, возможно. Геликобактер – он патоген, и он проходит ряд патологических состояний. Эрозии, язва образования, вплоть до патогенеза в онко – процесс желудка. Поэтому к нему такое настороженное и очень бдительное отношение. Гастрит бывает аутоиммунный, гастрит бывает эзинофильный, гастрит бывает атрофический, гастрит бывает токсический, то есть напрямую алкогольный и так далее. Бывает лекарственный гастрит. Поэтому разобраться, диспепсия это или гастрит всё-таки, нам позволяет, во-первых, сбор анамнеза, во-вторых, обязательное проведение эзофагогастро до аденоскопии. Вот мне в детстве очень часто говорили, нельзя запивать еду водой, потому что разбавляется желудочный сок, пища не усваивается, и будет гастрит. Это так? Это вообще имеет под собой корни какие-то? Или, в общем-то, запивая, не запивая, тот же суп? Или как это происходит? Как это работает? Вот это понятие, оно на сегодняшний день носит такое, знаете, обывательское где-то преподнесение, но это имеет под собой определённые правила, несёт такого, знаете, рационального питания. Мы говорим, что пить воду надо, но рекомендуем при этом пить воду до еды, для того, чтобы инициировать процесс пищеварения. Как только попадает, то есть, во-первых, процесс пищеварения, мы увидели пищу, мы уже подумали о том, что мы будем кушать, начинают вырабатываться желудочные соки, и процесс запускается. Мы попили, всё, что попадает в рот, запускает процесс сокращения желчного пузыря, начинается моторика, и дальше поступает пища. Чтобы был физиологичный процесс пищеварения, нам нужно в первую очередь пользоваться ртом. Обучая студентов, разговаривая на приёмах с пациентами, очень важно, я обращаю внимание на эту опцию, потому что нарушение пищевого поведения, в целом за собой процессы пищеварения, запускается только лишь от того, что мы на ходу, разговаривая, читая, слушая, ещё что-то делаем, закидываем. Я ещё говорю, вы идите в голову, а не кушаете ртом. Рот – это очень важный орган пищеварения. То есть там начинается уже процесс переваривания, размалывания крупного пищевого комка, выделяется в слюне уже амилаза, которая начинает расщеплять углеводы. В желудке кислота. Если мы… то есть поступила пища в желудок, она в первую очередь смачивается кислотой, дополнительный мышечный орган желудка перемалывается, и кислота что делает? Ещё обезвреживает всё то, что поступило в желудок, дабы дать физиологическое пищеварение, переваривание, обезвреживание, чтобы дальше шло всё условно стерильное. Безопасное. Безопасное. Чтобы в тонкой кишке – это наш кладезь, центр кишечника, самый обширный участок, где 90% происходит всасывание. Если в желудке выключается кислота, каким образом? Мы запиваем ещё 200 мл чего-то, кофе, молока, компота, чая, ещё чего-то. То есть мы что? Условно развели, снизили функцию. Много других факторов, которые приводят к нарушению вот этой очень важной опции кислотности в желудке. Поэтому в рамках рационального именно пищеварения мы не рекомендуем запивать пищу. То есть всё-таки это имеет действительно по собой. Имеет место быть, но пациент должен осознанно это делать. Для этого мы ему объясняем, почему так желательно делать. Не потому, что это нельзя, можно, можно многое. Но если мы понимаем, что за этим следует, то это просто очень сделать. На самом деле это привычка, которая выработалась у нас с детского сада. Первое, второе, третье компот. И вот если не допил, ну, оставлять нельзя. Вот это нужно где-то понять, почему это происходит, и стараться соблюдать эту рекомендацию. На самом деле, когда пациент это начинает соблюдать, он ощущает, что у него уменьшается вот эта некая тяжесть после еды. Во-первых, это дополнительное ещё раз расширение желудка, увеличение его объёма, нарушение его сократительной функции и так далее. Очень много, что за этим следует. Вот ещё одна история из детства. Все с детства боятся такой гастроэнтерологической процедуры, как ФГДС. Всех пугают, что тебе нужно будет глотать лампочку. Во-первых, что это, для чего это нужно, и есть ли сейчас какая-то альтернатива, что ли, вот этой не самой такой приятной процедуре? Да. Процедура эта, ну, знаете, жизненно необходимая. Потому что благодаря этому визуализирующему методу мы стали диагностировать на ранних стадиях язвы, эрозии, опухоли, выявлять атрофию как предиктор онкозаболеваний, выявлять патологию пищевода, двенадцатиперстной кишки. Процедура, конечно, не очень комфортная. На сегодняшний день, чтобы облегчить ее проведение, мы можем использовать внутривенную седацию как вариант. Как альтернатива ее есть видеокапсульная эндоскопия, но это не совсем альтернатива. Это дополнительный, следующий за эндоскопией метод, который позволяет нам визуализировать недоступные участки. Это тонкий кишечник. Когда мы с помощью фиброгастроэдоденоскопии не проходим до тонкой кишки, а только до двенадцатиперстной. Какие показания? Показания – это любая диспексия, то есть любые жалобы, которые пациента беспокоят. Либо существует онкоскрининг, когда мы говорим у вас, не случайно спрашиваем на приеме, у вас есть наследственное отягощение? Пациент говорит, да, у меня в роду есть травка желудка. Наследники первой, второй линии – это категория пациентов очень высокого риска. Поэтому им показано, если есть жалобы, сразу по жалобам, либо профилактически обязательно. Ну, вот 40 лет – такой вот момент, прям когда мы начинаем говорить, вам нужно сделать гастроскопию в 40 лет. Вот если фиброколоноскопия, мы уже профилактически начинаем рекомендовать в 50 лет, то фиброгастроденоскопия в 40 лет. Если есть жалобы, если есть такие, знаете, настораживающие флаги, то есть рвота с кровью, черный стул Милена, когда похудание, когда в анализах крови мы сдали кровь, у нас соя, анемия, изменение пристрастий вкуса. И вот эти все моменты, когда пациент приходит, мы у него расспрашиваем, сразу должны его насторожить, начать акцентировать на это, и тогда, если, знаете, обоснованно, мы поговорим с пациентом и обоснуем, что да, надо преодолеть вот этот дискомфорт, всего лишь надо слушать врача, который будет вам говорить, как дышать, там, нежные руки ассистента врача, и все проходит очень комфортно. Когда пациент настроен на то, что ему надо сделать исследование, чтобы исключить определенные заболевания, знаете, и жить спокойно, либо начинать действовать, не теряя времени, потому что, к сожалению, когда пациент откладывает, некомфортно, больно, где-то стыдно, еще что-то, вот меня тошнит, рвет, а других нет. У всех есть дискомфорт, но когда упущено время, потом будет обидно. Какие самые распространенные причины гастроэнтерологических заболеваний? То есть я понимаю, что их действительно много, но вот, наверное, топ-3 давайте выделим. Их, правда, много. Не секрет, что практически все гастроэнтерологические заболевания имеют под собой в патогенезе, в этиологии наследственный фактор, наследственный. И тоже не секрет, что мы рождаемся уже не со стопроцентным здоровьем. Приходит пациент и говорит, да я вот с детства-то вообще был идеально здоров. Только сейчас вдруг развалился. На самом деле это не так. То здоровье, с которым мы пришли в этот свет, генетически нам дали наши родители. И дальше, с каждым днем жизни нашей, мы реализуем тот генетический архив, который у нас есть, ресурс, реализуем в жизни. То, как мы питаемся. Наш образ жизни, наше питание, ну, это наше все. Оно с пеленок, с первого дня жизни будет программировать реализацию вот этой программы генетической, которая нам дана. Поэтому второе – это режим и рациональность питания, который мы используем в своей жизни. А третий момент, безусловно, это те повреждающие факторы, которые, безусловно, рано или поздно будут в нашей жизни. То есть это профессиональные факторы воздействия, это вредные привычки, безусловно, это лекарства. Это, что еще? Ну, наверное, вот так. Самый глобальный. Может быть, ну, и стресс, конечно. Стресс, психосоматика, которая потом все это просто даст себе проявиться. Ну, вот сейчас как-то меняется статистика гастроэнтерологии, то есть стало ли больше этих заболеваний или меньше? И как меняется, ну, наполнение, скажем так, этой статистики? Может быть, стало больше гастритов или, наоборот, меньше язвенной болезни и так далее? Да. Статистика такая ведется. Она очень интересная. Безусловно, она отражает тот стиль жизни, который демонстрируют сейчас люди. Если раньше на первом месте и каждая койка в стационаре даже была заполнена пациентами с язвами, то на сегодняшний день с успешной эрадикацией геликобактерной инфекции мы язву не видим. Практически не видим с теми сезонными обострениями, которые раньше эти были. То есть мы видим только их в дебюте, мы видим их осложнения, которые нам подставляют хирурги. Язва ушла на второй план. Гастрит – понятие собирательное, мы уже его сказали. Это не на первом месте на сегодняшний день. На первое место выходит всё-таки метаболические заболевания, желчокаменная болезнь, жировая болезнь, гастроэсфигальная рефлюксная болезнь. Это вот изжога, которую мы затронули вначале, напрямую зависит от избыточной массы тела. Ведёт ожирение. И многие проблемы, связанные с обменом, с метаболизмом, с избыточной массой тела, они начинают себя проявлять очень ярко. Следом сахарный диабет, который тоже подстёгивает очень многие заболевания во всём организмом. Потому что организм нельзя рассматривать как отдельные органы. Это единая, очень классная система, которая либо работает в совокупности, отработана, либо тянет друг друга. Либо разваливается полностью. Либо тянет друг за дружкой ту патологию, которая просто комом, валом, говорит, боже, после там 40, всё как навалилось. Оно не навалилось, оно просто дошло до точки, которая стала себя проявлять. И, безусловно, одним из ведущих на сегодняшний день проблем в желудочно-кишечном тракте – это онкология. То есть раньше пациент в молодом возрасте приходил, мы говорим, да, молодой. А сейчас нет понятия возраста, ассоциированного заболевания. Нет. То есть молодеют раки. Молодеют раки. Молодеют в связи с этим же ожирением. Что такое ожирение? Это системное воспаление. Воспаление в кишечнике, в тонкой кишке, когда мы кушаем только сладкое. Пьём сладкое, едим конфеты, едим вздобы, вот эти вот фастфуды все. Всё. Развивается синдром избыточного бактериального роста, который запускает всю полиорганную патологию. Это в виде кожных заболеваний, аллергических проявлений, в виде той же онкологических заболеваний. Всё выходит. Но люди начинают лечить себя с айсберга. Начинают упадать волосы. Мы идём лечить волосы. И, к сожалению, когда люди лечатся в интернете, не обращаются за медицинской помощью, не смотрят в корень проблемы, утрачивается вот этот вот ресурс. Наш самый ценный – это время, когда можно поменять свой стереотип питания, сделать обследование своевременно, поставить своевременно диагноз, назначить терапию и приостановить развитие вот этого воспаления. И в завершении нашей беседы есть же… То есть мы сейчас с вами говорили о самых наиболее часто встречаемых заболеваниях, но есть действительно редкие. Например, болезнь крона, она там один на миллион встречается. Вот таких заболеваний, стало ли их больше? Стало ли их… Либо, может быть, их стали выявлять чаще? Да. Есть редкие заболевания. Редкие в том, что они встречаются реже, чем гастроэсфегально-рефлюксная болезнь. Болезнь, то есть воспалительные заболевания кишечни, к какой им относится, болезнь крона, язвенный калит, встречаются не так часто. Но эти заболевания имеют два пика. Они проявляются либо в молодом возрасте, либо уже в возрасте 50-60-70+, когда у пациентов накапливается вот этот архив воспалительных многих факторов, которые дадут реализовываться аутоагрессии. Потому что воспалительные заболевания, болезнь крона – это аутоагрессия против собственного организма. Заболевание редкое, но оно всегда входит в диагностический поиск, когда пациент приходит с чем? Диарея, кровь в кале, похудание, боли в суставах, немотивированная температура, боли в животе. Изменения в анализах – это уже врач выявит. И когда пациенты приходят, вот с такими жалобами, безусловно, в первую очередь мы исключаем заболевания, это воспалительные заболевания, это онкопатология. Все то, что необходимо для верификации, поставил диагноз, скажи следующее слово – лечение. И лечение не такое курсовое, а лечение длительное. Поэтому все воспалительные заболевания, они ходят редки, но очень важно своевременно поставить диагноз для того, чтобы назначить раннюю противовоспалительную терапию, которая имеет свою этапность наблюдения, жесткого наблюдения у специалиста. Вылечить самостоятельно невозможно, излечиться практически невозможно, но можно поддерживать заболевание в стойкой ремиссии, которое не будет ограничивать пациентов в жизнедеятельности, в качестве жизни. Эти пациенты могут также рожать детей и так далее. Поэтому чем раньше установлено заболевание, а если установлено поздно, то оно глубоко инвалидизирующее. Поэтому чем раньше выявлены симптомы, пациент у себя заметил, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Мы желаем здоровья вашим пациентам. А я напоминаю, у нас в гостях была Мария Мартынюк, врач-гастроэнтеролог. Спасибо вам еще раз большое. Приходите к нам еще. Благодарю.